Хранение здоровья мужчин. Почему мужчин? Потому что можно по статистике увидеть, что мужчины живут меньше, сколько у нас вдов, которые уже в зрелом возрасте. И одна из основных причин, просто мужчины не знают, как менять свой образ жизни по мере своего взросления. Потому что все надо всегда корректировать. Когда меняется сезон, мы меняем одежду, но помимо одежды мы должны менять еще и пищу, мы должны в какой-то мере менять распорядок, так и с нашими этапами жизни. То, что мы можем себе позволить в 20-25 лет, мы себе уже не можем это позволить в 45-60. То есть должна быть всегда какая-то правильная корректировка. И вот от чего надо отказаться мужчине по мере взросления. То есть каждые 10 лет ему надо обдумывать свою жизнь, ему надо смотреть, что ему надо оставить уже в прошлом, какие качества приобрести. Это нормальный процесс. То есть мы не должны жить как скот, вот одно и то же делать, одно и то же кушать. Все должно меняться. И жизнь современного мужчины и здоровья зрелого, оно жиждется на трех вещах. Это наше питание, это наш отдых, сон. Сюда входит распорядок и половая жизнь. Вот что по поводу питания. То есть надо понять, прежде всего, что уже столько кушать, как мы кушали там 20 лет назад, ну уже не получится. Просто того огня уже нет. Сразу хотел такую ремарочку для людей, которые привыкли много белковой пищи кушать. Надо осознать, что белка нам не надо столько. Мы уже, я просто, ну вот из жизни тоже случай, заметил парня, который раньше был там серьезным спортсменом. И я прихожу, я вижу у него такие же там куски мяса здоровые, хотя он уже давно не занимается. И это все вот, я вижу, как это портит его здоровье. Там, ну то, кто спортсмен, он знает. Усвоится может совсем-совсем немного белка. Мы должны перейти на меньшее количество, то есть вот 40 лет перешли, вот мы должны все время постепенно снижать. То есть в нашем организме уже не тот метаболизм, и чем старше мы становимся, тем больше, тем меньше у нас возможность переварить это все съеденное. Второй, эта пища должна быть легче, легче. Мы тоже ее должны так или иначе сопоставлять с нашим самочувствием, с временем года, с временем суток. То есть это вот обязательный такой момент. Второй, вторая опора, это наш отдых, это наш режим. То есть уже надо понять, что так загонять себя, как мы, как я себя загонял там лично, там 15-20 лет назад, это уже опасно. Многие из наших друзей просто сгорели на работе, не давая себе нормального отдыха, своему телу. И понять, мы не кони, мы не кони, то есть мы должны работать так, чтобы у нас оставалось время на себя, на досуг, на спорт, на какие-то приятные развлечения. И вот о спорте, то есть тоже надо сделать корректировку. То есть иногда есть такое, что ребята, которые там били крошу или тягали штанги, вдруг там через 20 лет спустя начинают делать это то же самое. То есть это очень опасно. То есть как минимум надо пройти полное обследование. Ну и вообще, то есть чем старше мы становимся, тем более статичные и успокаивающие у нас должны быть занятия спортом. Идеально это, конечно, йога. Дальше, следующий момент по поводу нашей половой жизни. Мы тоже должны понять, чем старше мы становимся, тем надо больше сокращать. Но сокращать полностью тоже нельзя. То есть убирать половую жизнь тоже нельзя. Мы должны смотреть на нашу конституцию. Чем крепче наш организм, тем больше мы можем себе это позволить. Но мы должны помнить, что это очень сильная энергопотеря, и которую вот возместить организму понадобится очень много сил. То есть это должно быть, мы должны беречь эти силы. Сон, это для мужчины, это как, если вот у него есть нормальный сон, если вот он высыпается, то он уже может корректировать очень сильно свое здоровье. То есть потом такой важный момент, как питание тела. Питание тела, прежде всего, промасливание его. Есть такое сравнение, как, пословица в аюрведе, как хорошо смазанная тело, как ось, вернее, как хорошо смазанная ось телеги пройдет многие испытания работой и дорогой, так хорошо смазанное тело пройдет все испытания жизни и будет крепко. Это как, если бы палку, сухая палка и промасленная палка, оно совершенно другое имеет лучисть. То есть сухая палка, она быстро ломается. Так и наше тело, дорогие друзья, решил продолжить эфир, потому что не успел сказать самые важные вещи, просто чтобы уже как-то это было концептуально, закрыть рекомендации мужчинам. Я окончил на промасливании. И промасливание, оно укрепляет и делает не только эластичной нашу кожу, оно укрепляет весь организм. Оно дает нашей нервной системе определенную стабильность. Потому что старость – это повышение стихии ветра. На санскрите называется вата-доша. И эта вата-доша, она сильно высушивает наше тело. Потому что старость – это сухость. Одно, как я люблю это повторять, для того, чтобы противостоять как и мужчинам, так и женщинам, какие-то моменты с пересушением – это ведет к старости. Вообще, что хотел сказать мужчинам, то, что надо ухаживать за своим телом, чтобы не боялись, чтобы это не было как какая-то женская сторона жизни, а мужчины должны быть с таким лицом, как кирзовый сапог у солдата. Нет. То есть надо ухаживать и за волосами, и за телом, подобрать индивидуальное масло. То есть это не какие-то лучшие, чтобы это были не крема, это натуральные масла. Также вот это помогает и бороться и с сединой, и с выпадением волос. Есть замечательные специальные масла в Аюрведе, которые вот под каждую конституцию подобраны и дают именно уникальный эффект. Что еще? Вот хотел коснуться чисток, потому что вот только мы переваливаем пятый десяток, мы должны понять, что эту машинку надо чистить. То есть за эти годы мы там накопили, что-то там подломалось, чем-то загрязнилось. И дальше, так как метаболизм все время слабеет, слабеет выделительная функция, то надо ей помогать. То есть это должны быть как и какие-то однодневные голодания, как, возможно, какие-то длительные. Но Аюрведа не рекомендует дольше семи суток. Но вот сутки три будет вот для всех будет просто супер. То есть если, особенно люди склонные к полноте, сухое голодание, для тех, которые с огненной конституцией, мокрое голодание, то есть это то, что будет приводить тело в тонус. То есть оно поднимается внутренний огонь, и оно вот пережигает как и бактерии, так и вот все эти токсины, недопереваренные кусочки пищи, которые вот создают нам очень-очень много проблем. И еще помимо каких-то процедур по уходу за телом, надо постоянно ухаживать вот за внутренней силой. В Аюрведе есть целое подразделение Аюрведы, которое называется Ваджакарана, которое посвящено укреплению силы мужчины. То есть там описаны разные травы, это тема отдельного эфира, в которой, я скажу сразу, вот ашваганда из восточных трав, она просто вот необходима мужчине, там до 55, потом смотреть, чтобы не было никаких таких опухолевых процессов. Ну таких очень, достаточное количество всевозможных трав, так и они есть там и в китайской медицине, там как джиншень, которые вот надо употреблять, это надо. То есть я же говорю, отдельный раздел, который посвящен как мужчине быть здоровым и исполненным сил, как удовлетворить свою жену, потому что это одна из обязанностей, харма, предназначение мужчин, чтобы и жена была удовлетворена. И как вот все время быть при силах, чтобы и дела делать, и в то же время дома все было хорошо. Отдельно я вот хотел сказать по поводу вредных привычек. То есть пока мы молоды, у нас очень большой запас прочности в организме, который вот мы можем там всю ночь гулять, а на утро там поспать час и быть огурцами. То есть нет, надо понимать, что со временем эта способность организма, она теряется, и все больше и больше мы чувствуем какие-то как отходнички после каких-то там злоупотреблений или еще чего-то. Вот Аюрведа, мой учитель, понимает, что отказаться не все могут, но вот надо делать перерывы, как вот замечательный пост, который сейчас идет, и ограничения. И вообще это все реже и реже и реже. То есть все это оказывает на нас влияние все сильнее и все пагубнее, чем старше мы становимся, все эти моменты очень-очень пагубные. Надо себя подпитывать, есть такое масло ги, вот мужчина после 40 должен добавлять себе в еду масло ги, это такой из рецептов, который вот пополняет нашу вот и мужскую силу, и вообще силу. Сила она одна, просто она распределяется по всему телу, пополняет наш отжаз. Смотреть за психоэмоциями. Стать философами и понять, что не все в жизни получается, как мы хотим, не все получается, как мы задумали, все это воспринимать философски, и не сильно, ни почему расстраиваться, как мы научились выигрывать, научиться и проигрывать, и провоспринимать вообще всю нашу деятельность как определенную игру, где постоянных выигрышей не бывает, относиться ко всему спокойненько. Потому что даже если вы будете соблюдать режим, хорошо кушать, но вот в голове у вас будет вавка, то будете на что-то злиться, обижаться, завидовать, не дай бог, то вот это будет все равно разрушать организм. Вот эти моменты я хотел сказать мужчинам. Повторю, вот за телом надо ухаживать, тело надо подпитывать, телу надо давать отдыхать, телу надо давать правильную пищу в меньшем объеме, чем вы давали это раньше. Ну вот, будьте здоровы и счастливы, друзья, потому что нам надо защищать наших прекрасных женщин, удовлетворять их, зарабатывать хорошо, чтобы дарить им прекрасные подарки. Здоровье это фундамент и основа всех наших реализаций и отношений, и наших достижений. Будьте здоровы, дорогие друзья. В следующий раз я расскажу рекомендации к женщинам. Всего наилучшего. Продолжение следует...